Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ. Вы смотрите программу «Сегодня» в студии журналист Антон Хатиновский. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Игорь Евгеньевич. Скажите, пожалуйста, какая профилактическая работа проводилась в преддверии Нового года по профилактике пожаров по причине использования различных пиротехнических средств в период празднования? Непосредственно перед наступлением Нового года все мы знаем, что очень много любителей использования пиротехнических изделий. В связи с чем на постоянной основе до наступления Нового года сотрудники департамента совместно с местными исполнительными органами, местной полицейской службой проводятся рейдовые мероприятия по стихийным местам торговли на предмет выявления нарушения в стихийных местах торговли, торговли именно не сертифицированными пиротехническими изделиями. На сегодняшний день проведено более 73 рейдов по данному направлению, в которых по выявленным 35 фактам нарушения приняты меры по привлечению виновных лиц и ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан по данным фактам, и где изъято 1723 пиротехнических изделия. — Скажите, пожалуйста, а были ли зарегистрированы в этом году такие случаи, как при встрече 2020 года, скажем, прошлого года, так и уже буквально до Нового года такие случаи возгорания именно по причине использования пиротехнических средств? — К сожалению, такие факты регистрируются. Это вот непосредственно после 12 часов, будем говорить, что 1 января 2020 года, вот на памяти 4 таких случаях у нас в области зарегистрированы. Это в первую очередь попадание пиротехнических изделий в балконы, которые возгорают, и после чего приходится реагировать на эти ситуации для тушения. И также есть в частном живом секторе, когда пиротехнические изделия попадают в сеновалы. И точно так же происходит загорание сена, которое может зачастую складироваться не по правилам пожарной безопасности, близ домов, сараев, которые перекидываются на частные жилые дома, где также мы реагируем незамедлительно по тушению пожаров. К сожалению, эти факты есть. — Скажите, пожалуйста, а вот в каком режиме будут работать службы ЧАЭС в области в праздничные дни? Понятно, что праздники люди как бы должны отдыхать. Но вот что касается служб ЧАЭС? — Будем говорить так, что несмотря на праздничные дни, службы ЧАЭС будут переведены в повышенный режим готовности. То есть, если на ежедневном и повседневном режиме деятельности службы ЧАЭС работают в четырехсменном режиме, то с наступлением праздников непосредственно с 31 числа по 5 число включительно департамент по чрезвычайным ситуациям, его структуры на территориальные подразделения переведены на усиленный вариант несения службы. — Это предусматривает трехсменное несение службы. То есть, все те коровы, которые будут дежурить, они будут усилены как техникой, так и личным составом. — То есть, все готово к любым ситуациям? — Проведены инструктажи, приведена техника в готовность, проверено ее состояние на предмет исправности, заправки, горюче-смазочными материалами. Все эти мероприятия полностью выполнены. Мы готовы к встрече Нового года. — Скажите, пожалуйста, какие рекомендации вы дадите гражданам, которые отправились на зимние отдыхы в горы, на лыжные базы или просто там покататься где-то на коньках, лыжах, санках? Тем более, что сейчас после встречи Нового года все ринутся, конечно, непременно отдыхать куда-то, порезвиться на свежем воздухе. — Ну, в первую очередь, собственная безопасность должна быть превыше всего, да, и поэтому при выборе места отдыха нужно, думаю, гражданам это выбирать, будем говорить, стационарные оборудованные пункты, которые предоставляют услуги по катаниям, да, как на лыжах, санках там и другие, да, активный отдых. — Это в первую очередь, конечно, чтобы они были оборудованы, у них имелись спасатели, отбойники, ограничительные какие-то ограждения, чтобы были. Ну, и, конечно, рекомендация, необходимо следить за погодными условиями, да, то есть, если вы выбор активный отдых в горах, то во время снегопадов, да, в этих местах есть угроза схода лавин. Несмотря на то, что данные базы отдыха, которые предоставляют эти услуги, следят за этим, да, за профилактическими спусками, ну, угроза всегда сохраняется, то есть, есть склоны, то есть, до 30 градусов, то вероятность при снегопаде схода лавин, она увеличивается. То есть, за этими мероприятиями, конечно, нужно будет смотреть. Второе — это распитие, естественно, алкогольных напитков. То есть, ни в коем случае при таком виде отдыха нельзя употреблять и в состоянии алкогольного либо другого опьянения выходить на склоны этих гор. Ну, и также обращение к родителям, чтобы они ни в коем случае не оставляли детей без присмотра. Буквально минутная, как будем говорить, не углядишь за ребенком, да, в течение минуты может привести к трагедии. То есть, вот такие элементарные правила, которые нужно соблюдать. Понятно, что вместе с любителями такого отдыха, в числе зимнего отдыха, это и активный отдых, в том числе зимняя рыбалка, на которую наверняка многие мужчины уже отправлялись или сейчас собираются как раз-таки, может быть, что-то оставляют с праздничного стола, чтобы завтра или послезавтра выехать на лед. Что Вы посоветуете? Здесь тоже нужно, в первую очередь, это, конечно, соблюдать элементарные правила, да, такие, как, опять же, следить за метеорологической обстановкой. Нельзя при выходе на водоем проверять прочность льда ударами ноги. Для этого можно найти элементарную выженную палку либо другой какой-то предмет, которым можно перед собой проверять прочность льда. Прочность льда вообще в целом можно проверить визуально, да. Если лед голубого цвета, это надежный прочный лед, да. Если лед больше серый, да, с прожилками желтого, то его прочность в два раза снижается. Естественно, нельзя находиться на льду, где растет кустарник, в этих местах он однозначно будет слабее и тоньше. Для человека нахождение на льду это 8-10 сантиметров, это безопасный лед. При бурении лунок, однозначно, на маленькой площади нельзя пробуривать большое количество лунок. Это также чревато тому, что лед может треснуть и провалиться под вами. Здесь нужно будет иметь с собой средства самоспасения. Элементарные жилеты, да, в любом рыболовном магазине они продаются и они стоят недорого, да. Поэтому при выходе на лед мы настоятельно рекомендуем нашим рыбакам, чтобы на них были одеты хотя бы эти атрибуты. Также можно сделать элементарную веревку 15-20 метров, да, на одной из которых груз до 500 грамм, а на другом в конце петля. То есть если вы провалились, то этот груз можно будет выкинуть и ваш товарищ, который находится с вами на рыбной ловле, может вас помочь и вытащить вас из промоины. Спасибо большое. Скажите, а вот были ли в этом году зарегистрированы случаи, когда службам ЧС приходилось проводить спасательные работы на водоемах в зимний период? И если можно, может быть есть какие-то конкретные примеры, хотя уже об этом в интернете много появляется сообщений из разных регионов Казахстана, что там рыбаки провалились, там машину утопили. Вот как у нас с этим дело обстоит? К сожалению, регулярно, может быть слово регулярно неправильно употреблено, но такие случаи имеют место быть. Буквально 28 декабря у нас на автомашине УАЗ двое мужчин отправились на зимнюю рыбалку на озеро Балхаша со стороны устья реки Аягус. Проехав по льду порядка 5 километров, автомобиль провалился в трещину льда, образовавшуюся водоеме, и передняя часть машины затонула. Так как на данном участке сотовая связь не работает, один из мужчин 89-го года отправился за помощью. Он добрался благополучно до населенного пункта, откуда уже сообщение о необходимости с помощью поступило в департамент ПЧС в 9 часов 22 минуты, именно 29 декабря. На место вызова вместе с мужчиной, который сообщил об этом 89-го года рождения, мы его направили спасатели департамента ПЧС Сивалипсы с Арканского района. По прибытию на место происшествия было установлено, что лед разошелся, и автомашина затонула. Оставшийся рядом с мужчиной второй пассажир 79-го года не оказалось его на месте, спасатели приступили к поискам его, и через 3 часа он был найден. То есть он пошел самостоятельно? Самостоятельно пошел, не дождался помощи, но спасатели нашли его, обошлось без жертв, без обморожений и других каких-то вредов здоровья данному граждану. То есть достаточно часто выезжать приходится? На Алакуле тоже буквально в этом году, 21 декабря, тоже была проведена спасательная операция со станции Достык. Выехали на Уржарский район, это озеро Алакуль, на участке Узунбулак. Тоже силами департамента ПЧС Алматинской области были спасены и доставлены на берег 6 рыбаков и переданы родственникам. Лед откололся, одна машина, они отправились на отдых на двух машинах, один автомобиль провалился, один остался на льду. И они самостоятельно не могли, естественно, когда лед отошел, перебраться на берегу. И спасателями была проведена операция, в которой 6 человек были эвакуированы. А вот говоря, мы сейчас зациклились немножко на льду, на рыбной ловле. Скажите, вот вообще в целом, сколько с начала зимы было проведено спасательных операций? Вот, в том числе по другим видам чрезвычайных ситуаций, не только касаемо зимнего отдыха. Вот на сегодняшний день, в период, да, будем говорить, что с 16 ноября по 28 декабря статистика такова, что на автодорогах Алматинской области сотрудниками департамента ПЧС были спасены и эвакуированы 63 человека и 21 единица техники. А также были проведены поисковые работы заблуждившего пастуха, и вот о котором случае я говорил о двух случаях по тонкому льду. Это 7 человек также были спасены. У нас одной из самых опасных участков автомобильной дороги является эта автодорога республиканского значения. Сообщением у Чиралдастык в районе РГТ переменные, будем говорить, метеорологические условия, где регулярно бывают порывы ветров от 20 и более, когда снег поднимается с земли и происходит нулевая видимость. Часто транспортными службами, да, автомобильными приходят сообщения о закрытии автомобильных дорог, и нами незамедлительно происходит оповещение населения через СМС-рассылки, социальные сети. Мы стараемся привлекать средствами массовой информации для того, чтобы оповестить наших граждан, что в том или ином направлении закрыта автомобильная дорога. Но, к сожалению, граждане зачастую те случаи, которые происходят, игнорируют как СМС-рассылки, так и те сообщения от метеорологических служб о ухудшении погодных условиях, и, не оберегая собственной безопасностью, пытаются проехать по тому или иному участку автомобильной дороги. То есть надеются на собственные силы. Переоценка собственных сил. Вот говоря, опять же, о таких гражданах, которые решились отправиться зимой в путь, в пургу, в мороз сильный, из пункта, в пункт Б по каким-либо там своим личным причинам. Какие рекомендации вы дадите этим гражданам, которые вот сейчас собираются буквально в дорогу выехать, несмотря на то, что, ну, вот большие республиканские дороги, они достаточно, скажем так, чисты от снега? Ну, в первую очередь, это не игнорировать те СМС-рассылки, которые мы направляем нашим гражданам. Они очень важны. Если все-таки вы решились выехать за пределы населенного пункта, то элементарные правила, это проверить нужно необходимо. То есть автотехнику, на которую вы собираетесь выезжать, на предмет ее работоспособности, да, целостности и другое, чтобы она вас не подвела. То есть ненадежной технике еще и выезжать там, да, в сложных метеорологических условиях ни в коем случае не рекомендуется. Заглавовременно, естественно, менять шины на зимние, да. Ну и наличие с собой все-таки, если принято решение, есть крайняя необходимость куда-то добраться, да, и вы выехали за пределы населенного пункта, то у вас должны быть элементарные вещи в машине. Это теплая одежда, определенный запас продуктов, воды, свечи, цепи, лопаты. Вот эти вещи, паяльная лампа, могут вам помочь. Также рекомендуем держаться какими-то определенными группами, колоннами. То есть если в случае поломки, то участники автомобильного движения, которые вместе с вами направляются, могут вам помочь в поломке. Если вас все-таки буран застал в дороге и вы находитесь в автомобиле один, я рекомендую не выходить из машины, попробовать дождаться проезжающий автотранспорт, который может оказать помощь и, конечно, незаметно звонить в службу спасения по номерам 112-1 круглосуточно. Спасибо большое. Вы знаете, одна из зимних проблем, наиболее, скажем так, которая всегда, вот она у нас, каждый год буквально бич, что бы ни делали, что бы ни говорили, это эксплуатация печей на твердом топливе. Скажите, какая профилактическая работа проводилась в этом году службами ЧАЭС и ваши рекомендации для граждан, которые имеют такие печи и эксплуатируют их, на что обратите внимание? Ну, будем говорить о топительный период и эксплуатация печей на твердом топливе и на газу. Это один из больших постов работы, по которому мы регулярно, ежегодно проводим определенную профилактическую работу большого объема. Здесь хотелось бы сказать, что в Ламатинской области более 386 тысяч частных домостроений, которые мы обходим регулярно по всей области. Нашими сотрудниками проводятся эти обходы. На сегодняшний день у нас уже охвачено порядка 223 тысяч домов с учетом 15 тысяч, более 15 тысяч домов социально-узуимых своих в населении. Проинструктировано более 260 тысяч граждан. В ходе этих мероприятий было выявлено более 12 тысяч нарушений, часть из которых была устранена более 10 тысяч, и это на месте. Установлено 24 тысячи датчиков. Это обнаружение угарного газа в домах социально-узуимых слоев населения. На общую сумму это более 169 миллионов тенге. Также мы эту профилактическую работу проводим через средства массовой информации. На телеканале ЖТСУ 24 выпуска проведено. Кроме этого, с начала отопительного периода проведены уже на сегодняшний день, если говорить за этот год, акции пожарной безопасности в каждый дом. Вместе за пожарную безопасность осторожно угарный газ. В период проведения акта совместно с представителями Акиматов, волонтерских организаций оказывалась помощь в ремонте печного отопления, электропроводке, заделке трещин, печей в домах социально-узуимых слоев населения, многодетных сеней, одиноких, престарелых граждан. С минимумом проведено 765 выступлений в различных средствах массовой информации по территории всей Алматинской области. В интернет-ресурсах размещено более 3500 различных информаций. То есть, постоянная такая массированная и так информационная. То есть, информация, как говорится, кто предупрежден, тот уже вооружен. К сожалению, время нашей сегодняшней встречи подходит к своему завершению. И в конце нашего выпуска, последнего в этом году, и буквально за несколько часов до наступления Нового года, вы имеете такую возможность, как что-нибудь пожелать доброго нашим телезрителям. Хочется поздравить всех с наступлением нового 2021 года, года МК, будем говорить. Хочется пожелать крепкого здоровья, благополучия всеми, всех благ, всего самого наилучшего. Ну и, конечно, сказать, что не предемерегайте элементарными правилами безопасности. Соблюдайте их. Это вам поможет избегать трагедий во все времена. Не только в праздновании Нового года и в других ситуациях и случаях. Спасибо. Ну что ж, в свою очередь я бы хотел поблагодарить всех наших телезрителей, которые весь год внимательно следили за экранами телеканала ЖТСУ, смотрели все наши выпуски и наверняка многих наших гостей запомнили. Хотелось бы выразить признательность и гостям студии программы «Сегодня», которые, несмотря на свою занятость, всегда находили время для того, чтобы пообщаться с нашими уважаемыми телезрителями и ответить на их вопросы. Ну и особую благодарность хочется выразить своим коллегам по работе, которые находятся за кадром, режиссерам, звукорежиссерам, операторам. Ну, всем нам самое главное, что можно пожелать? Только здоровья, здоровья, здоровья. И поскорее избавиться от вот этих надоевших нам уже масок. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин